Время новостей на канале СКАД в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. На финансировании программных мероприятий предусмотрено в 2016 году 901 163 000 рублей. Отчитались по программам. На заседании правительства региона рассказали о финансировании социально важных проектов. Ограничить может не только будет автотранспортным средством, но и лототехники. С долгами и без водительских прав. В регионе подводят первые итоги нового закона, ограничивающего управление транспортом. Пленыр мне помогает отобрести эту уверенность. В достопримечательности Удмуртии и Самарской области в живописи в областном центре открылась уникальная выставка картин. Финансы и социально важные вопросы. На заседании правительства Самарской области обсуждали ход государственных программ и выделение средств на их исполнение. От здравоохранения до строительства и культуры. С заседания регионального кабинета министров репортаж нашей съемочной группы. На заседании правительства была утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей живой площади на второй квартал 2016 года. По всем муниципальным образованиям региона. От Богатовского района до Самары. Она составит 34 146 рублей. Именно в расчете на такую цену будут выделяться субсидии и субвенции для льготных категорий граждан при покупке жилья. Речь идет о детях-сиротах, многодетных семьях, молодых специалистах и прочих льготниках. В правительстве считают, что эти меры помогут. И призвано стимулировать строительство нового жилья на территории муниципальных образований области. С учетом стандартов строительства жилых помещений экономического класса. И обеспечить возможность льготным категориям граждан приобретать более качественные и благоустроенные жилищные помещения. Министр здравоохранения Геннадий Гридасов отчитался о ходе строительства областного перинатального центра, который создается в рамках программы модернизации здравоохранения Самарской области на 2014-2016 годы. С учетом повышения рождаемости, которая была впервые за долгие годы зафиксирована в регионе, это очень важный объект. В прошлом году программа выполнена на 104%. В этом финансирование предусмотрено в полном объеме. Законом Самарской области об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов на финансирование программных мероприятий предусмотрено в 2016 году 901 миллион 163 тысячи рублей. Кроме того, определенные поступления средств будут и из Фонда обязательного медицинского страхования. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. За 4 месяца почти тысячи постановлений на сумму свыше 648 миллионов рублей. Это первые результаты нового закона, который ограничивает должников в управлении транспортным средством, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Каких категорий граждан касается новый закон в репортаже наших корреспондентов. С долгами и без водительских прав. Более 700 злостных неплательщиков области временно отстранены от права управления транспортом. Под действием закона попадают те, кто не оплатил штраф о возмещении морального вреда, имущественного ущерба, должники по алиментам и неплательщики по линии ГИБДД. Чтобы ограничить специальным правом, судебный пристав, исполнитель, только лично, обязательное условие, то есть это личное вручение, предупреждение о лишении специальным правом, в случае неоплаты задолженности судебный пристав выносит постановление, направляет его в орган, где значится то или иное транспортное средство. Ограничение касается не только автотранспорта, но и воздушных и водных судов, мопедов и квадроциклов. Впрочем, этой меры смогут избежать те, чья работа связана с управлением транспортом, а также жители отдаленных населенных пунктов. Однако это надо еще доказать, предоставив соответствующие документы. В случае неуплаты долга приставы могут применить принудительные меры. Ограничение выезда из Российской Федерации, наложение арестов на имущество, на денежные средства, находящиеся в вращенных счетах, в ячейках. Пристав может в случае неуплаты, неисполнения требований, составлять административные протоколы, передавать это имущество на реализацию, реализовывать, предоставлять возможность по незначительному имуществу реализовывать это взыскателям или должникам. Узнать о своих задолженностях можно с помощью информационного ресурса на сайте Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Там же можно и оплатить свои долги. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Неприятное соседство. Жители дома по улице Некрасовской, 14, ждут, когда ответственные службы приступят к разбору аварийной стены. Ее часть рухнула несколько недель назад. Люди не сомневаются, что ситуация повторится. На месте побывала и наша съемочная группа. В Некрасовской, 14, часть дома признали аварийной, и жители из нее расселили много лет назад. После этого за состоянием следить кто-либо перестал, не считая тех людей, которые проживали и проживая в других частях двухэтажки. Соседство с разваливающимся строением давно вызывало у них беспокойство. Особую тревогу доставлял внешний вид одной из стен. Писали жалобы в нескольких экземплярах, несколько раз, несколько семей писали, ходили. Принимали у нас, приходили люди из администрации, сказали, да, еще 10 лет простоит ваша стена. Но прогнозу сбыться было не суждено. Не прошло и года, как опасения жителей подтвердились. Около месяца назад стена начала обваливаться. В первом часу ночи мы спим, у меня маленький грудной ребенок. И грохот, как землетрясение. Произошел обвал, чего мы, собственно, и боялись. Мы живем на первом этаже, и мы боимся, что просто стена рухнет на наши окна. Окончательно и целиком? Окончательно и целиком, потому что сейчас пройдет пару небольших, даже сильных ливней, и просто она намокнет, и она рухнет. С этими выводами сложно не согласиться. Стена держится буквально на честном слове. Жильцам уже пообещали, что ее разберут. Вот только неизвестно когда. Вызвали аварийную службу, они приехали ночью, посмотрели все это, сказали, что стена будет рушиться дальше, что ее необходимо разбирать. Оградили все веревочкой и уехали. Через день приехал помощник депутата, сказал то же самое, что стены надо разрушать, что она будет обваливаться дальше. Тоже уехал. И после этого... Пообещали, что будут сниматься? Да, сказали, что все будут разбирать, все будут чистить. И действий никаких. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Достопримечательности Удмуртии и Самарской области в живописи. В областном центре открылась уникальная выставка картин талантливого автора Анны Есиповой. Все работы выполнены в различной технике. К прекрасному приобщился и наш корреспондент Александр Семенов. Некоторые работы Анна Есипова была вынуждена завершать ночью. Ждала, когда все мысли и эмоции улягутся. А порой попросту днем не хватало времени выплеснуть на холст всю красоту пейзажа. Более того, есть произведения, работа над которыми продолжалась не один месяц. В основном вдохновение к художнице приходило во время пленеров. Коллеги по творческому цеху высоко оценивают экспозицию самарского автора. Это, можно сказать, камерное содержание всей ее работы и в живописи, которую здесь вы видите. То есть то, что отдается как бы много солнца. Даже в зимних пейзажах все равно присутствует солнечное начало, солнечные такие прекрасные брызги вот этой радости, которая у нее находится в душе. Экспозиция носит названия по городам и селам. Там все картины написаны во время путешествий. Здесь уникальные пейзажи из самых различных уголков нашей страны. От Удмуртии до Самарского региона. Анна в основном любит работать маслом, пастелью и углем. Был просто период, я не писала долго маслом вообще, но очень хотела вернуться к этому. Вот пленэр мне помогает обрести эту уверенность, какой-то масляной живописи развиться. Только за 2015 год у талантливой художницы было три творческие командировки. Совсем скоро автор накидает для себя очередной маршрут. Откуда Анна привезет свои новые работы? Пока секрет. Александр Семенов, Олег Павлов, СТВ. И о других не менее важных событиях в нашем коротком видеообзоре. Майская угроза. С начала сезона почти две тысячи жителей Самарской области пострадали от укусов клещей. Из них более 400 дети. При этом 720 случаев зафиксировали только за прошлую неделю. 380 насекомых, напавших на людей, проверили на энцефалит. В 86 из них обнаружили вирус. К счастью, заболевших нет. Все они вовремя обратились к врачу. Больше всего пострадавших в Волжском районе. На втором месте Самара. Третьим оказался Автоград. Напомню, энцефалит может привести к осложнениям и даже к смерти. Поэтому, обнаружив клеща на теле, выкидывать его нельзя. Насекомое нужно срочно отнести врачам на проверку, чтобы при необходимости вовремя начать лечение. Появились результаты мониторинга цен на продукты питания в Самарской области за прошлую неделю. В регионе растет инфляция. Цены выросли на огурцы, репчатый лук, белокочанную капусту, морковь, картофель и свежие томаты. Из бокалей дорожают карамель и шоколадные конфеты. Также выросла стоимость гречки и подсолнечного масла. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки также стали дороже. При этом некоторые продукты незначительно подешевели. Например, куриные яйца, куры, молоко и сметана. А также пшено, сахар и соль. Кроме того, Самара Стат сообщает о небольшом росте цен на бензин марки АИ-92 и 95. Дизельное топливо немного подешевело. Пачки сигарет покрасят в неприятный цвет. Упаковка для любой табачной продукции может стать универсальной, болотного цвета, без ярких логотипов. В Госдуме разработан соответствующий законопроект. На пачку и на листы вкладыши собираются наносить страшные картинки и предупредительные надписи. Любые слова, которые создают впечатление, что сигареты менее вредны, писать запретят. В том числе легкие, ультралегкие или мягкие. Сообщается, что опыт стран, уже внедривших универсальную упаковку, демонстрирует снижение объемов курения. Чаще всего из-за того, что потребителю просто неприятно держать такую пачку в руках. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в обзоре Александра Семенова. Крыльям Советов осталось провести три игры в этом сезоне. Две из них дома. Сначала подопечные Франка Веркаутерана встретятся на выезде с Краснодаром. Далее уже на Металлурге волжане будут по очереди принимать Казанский Рубин и Махачкалинский Анжи. На данный момент Крылья Советов на девятой строчке турнирной таблицы элитного дивизиона страны российской премьер-лиги. В активе 33 очка и своей позиции самарцы ослаблять уж точно не собираются. Игрок баскетбольного клуба «Самара» стал лучшим в центровом суперлиге. Максим Кривошеев получил приз от Российской Федерации Баскетбола. Всего в нынешнем чемпионате молодой спортсмен участвовал в 36 матчах. В среднем за игру набирая чуть больше 11 очков и делая 7 подборов. По ходу регулярного чемпионата ему удалось сделать 7 дабл-даблов. Это один из лучших показателей в лиге. Также напомним, Максим вошел в символическую пятерку финала четырех Кубка России, сообщает официальный сайт клуба. Новокубышевская «Нова» пополнилась двумя новичками. В предстоящем сезоне за Волжан сыграют 34-летний связующий Олег Самсонычев и 27-летний доигровщик из пермского клуба «Прикамье» Алексей Карпенко. Также стоит отметить, что руководство клуба намерено сохранить костяк основной команды, который весьма неплохо себя проявил в минувшем сезоне. У меня на этом все. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и авторская программа Дениса Сарова «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского – gslimansky.ru. Читайте наши новости в соцсетях в группах СКАТ и СТВ «Самара». Заходите на сайт телекомпании. А я с вами прощаюсь. До встречи. Жильцы дома на улице Пугачевской много лет добивались обустройства хорошей детской площадки в этом дворе. Вскоре она появится. Современная, безопасная, с качелями, каруселями, горками и лесенками, которые понравятся детям и их родителям. Уже готова и заасфальтирована основа. На ней будет уложено мягкое покрытие, чтобы малышам было удобно. Финансирование всех работ в полном объеме, а также процесс согласования с районными властями взял на себя самарский хлебозавод номер пять. Мы ценим традиции, которые укрепляют семью. Детская площадка – центр притяжения нескольких поколений. Поэтому мы приняли решение. Один рубль с каждого проданного батона с семейной традицией мы будем тратить на строительство детских площадок. Первая детская площадка будет построена в ближайший месяц. Покупая батоны с семейной традицией, вы помогаете в строительстве детских площадок. В линейке батонов с семейной традицией, кроме классического, есть еще новинка – батон с семейной традицией с молоком. В планах самарского хлебозавода номер пять – строительство детских площадок и в других городах региона. Продолжение следует...